Пять дней в аэропортах. Более полутора тысяч украинских туристов наконец вернулись домой из Туниса. Им пришлось так долго ждать, потому что у самолета в авиакомпании Браво не было топлива. Турфирма должна перевозчику более миллиона долларов. В результате авиакомпания все-таки совершила 9 рейсов за свой счет. Почему тысячи украинцев застряли в отпусках, узнавала Лариса Зубенко. Украинские туристы не могли вылететь из Туниса из-за проблем с документами, объясняют в авиакомпании Браво. Срок их договора с турфирмой «Оазис» истек 27 июня. Пассажиры, которые должны были улететь после указанной даты, не зная того, играли в лотерею. Все, что мы должны были выполнить для заказчика, мы выполнили. А то, что заказчик не выполнил для пассажиров, это уже отношение между пассажиром и туроператором. Авиакомпания намерена судиться с турфирмой-должником за возврат средств, потраченных на организацию перелета. Все 9 рейсов, которые выполнены, мы перевезли более полторы тысячи человек. И все эти рейсы были выполнены за счет авиакомпании Браво. Пока компании выясняют, кто виноват, нерешенным остается вопрос возмещения ущерба самим туристам. Но украинцы застряли не только в Тунисе, а также в Албании, Турции и Грузии. В МИДе говорят, теперь эта компетенция правоохранителей. Мы рекомендували всем тем гражданам Украины, которые вытратили несколько дней и часто вымушены были ночевать прямо в залах ожидания аэропортов, подавать судовые позовы до туристических операторов. Пока наши граждане не начнут подавать коллективные позовы, ДОТИ, либеральный рынок, не запрацует. А вот за самолеты решили взяться всерьез. В течение следующих двух недель намерены проверить авиапарк отечественных компаний. Использовать борты старше 20 лет с нового года запретят. А до конца этой недели на сайте Мининфраструктуры опубликуют рейтинг украинских авиакомпаний. Оценивать будут именно самолеты. Список обещают обновлять каждый месяц. А в МИДе призывают туристов тщательно выбирать туроператора. Министерство закордонных справ рекомендовали перед началом туристического сезона гражданам Украины уваживать на выбор туроператоров. Давали конкретные порады. Я думаю, что этот аспект тоже станет важным и легким в использовании инструментов для правильного выбора того туроператора, который надавит послуги належной качественности. В конфликте между авиакомпанией «Браво» и турфирмой «Оазис» теперь будет разбираться другое министерство – экономики. Если вину оператора докажут, фирму могут лишить лицензии, заявили чиновники. Лариса Зубенко, Иван Ермаков. Подробности – телеканал «Интер». Продолжение следует...